Каждый год 27 января в нашей стране вспоминают январский праздничный салют в честь освобождения Ленинграда, которое произошло в фронтовом 44-м году 79 лет тому назад. Благодаря беспримерному мужеству ленинградцев легендарная северная столица выстояла и не сдалась фашистским войскам. Такое не забывается. Великая победа была завоевана очень большой ценой. Одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны – героическая оборона Ленинграда. О подвиге жителей осажденного города вспоминают по всей стране, в том числе и в Славянске-на-Кубани. Всероссийской акцией памяти «Блокадный хлеб» присоединился наш муниципалитет. И далеко не случайно эта акция так называется. Символом несломленности ленинградцев стал кусочек хлеба, который ежедневно выдавался жителям. Если вы видите волонтеров, которые раздают листовки и 125 граммов черного хлеба, не проходите мимо. Вспомните о величии духа блокадников. Память людей, которые погибли, это же очень важно для них. Они растут, развиваются, учатся. Нельзя забывать свое прошлое. У нас не только ребята с СХТ принимают участие, у нас и волонтеры Победы активно участие принимают. И юнормейцы, конечно же, здесь. Мирные жители действительно имели очень важную роль в освобождении и в победе. Потому что именно они создавали оружие, одежду. Нужно, чтобы все помнили о том, что было. Все должны знать подвиги наших русских солдат. Потому что пока мы помним, наша страна будет непобедима. Мы не вправе забывать о том, как выстоял Ленинград в окружении немецко-фашистских захватчиков. И славянцы, принявшие участие в акции, благодарны за то, что им напомнили об этом нестареющем подвиге. Завоевывали свободу. За счет их сейчас мы живем. Так что я считаю, что это правильно сделано. Должны помнить о подвиге Ленинграда. Пункты выдачи хлеба были в центре нашего города, в парке имени Пономаренко, Кубриси и около магазина «Максим» недалеко от озера. Славянцы и гости города охотно принимали участие в патриотической акции. К нам подходили даже малыши, школьники первых, вторых классов. И когда мы рассказывали им эту историю, у них глаза были просто круглые от того, что они не понимали, как человек может выжить на такой порции еды на день. Они, конечно, видели в школе, им рассказывали про то, как и что происходит, но увидеть этот кусок хлеба и понять, что и правда люди тогда выживали, для них шок. Мы всегда проводим эту акцию, чтобы все помнили и знали, как было тяжело нашим людям, и что они справились с этим, смогли выстоять и пережить такие тяжелые времена. Славянцы получали от волонтеров кусочек черного хлеба, как символ памяти о подвиге. Сколько бы лет ни прошло, бессмертные мужества и доблесть защитников города не забываются. Именно они служат примером для подрастающего поколения. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События. Продолжение следует...